Начинается, там продолжаются какие-то мероприятия спортивные, там закончился у нас... Дельфин. Дельфин закончился, может быть кто-то по болезни не приехал, может быть кто-то будет готовиться до какие-то другие старты. Ну вот, можно сказать, да, Лизыч Мыховой тут нет. Нету, да? Или Лена Николаевой тут тоже нет. Очень жалко, да, это наша фаворитка из Москвы, по-моему, да? Которая очень хорошо в Питере и в Рузе смотрелась. Да, в Рузе шикарно проплыла. И Свика Рыжкова, это старшая возрастная группа, Свика Рыжкова соревновалась бы за победу в Питере. Вот я почему и говорю, потому что, насколько я помню, я вот в Рузе как раз разговаривал с девчонками, с ребятами. Они говорили, что, к сожалению, не смогут принять участие в Казани, в связи с тем, что будут готовиться к другим соревнованиям. Ну да, впереди еще чемпионат России в Лугограде. И вот некоторые наши участники приехали сюда. Передство, да, передство России, передство, я думаю. Это так вы что-либо говорите? Ну, чемпионат, для чемпионата они еще у нас не совсем, так скажем, созрели. Ну хорошо, пускай будет первство. Или даже будут всероссийские соревнования, или все-таки первенство России будет? Вам виднее. Дело в том, что, по-моему, уже команда на Европу и на мир уже практически сформирована. Я думаю, что это будут всероссийские соревнования, скорее всего. Ну да, есть еще и Нью-Йоркская сборная, но все-таки она, да, по наборной степени уже с чемпионата мира проводится в определенной взрослой категории. Пока 13-14 лет. Ну, Черкунову, да, если вы помните, чемпионат России, да. Женя Черкунова, да. Которая неплохо о себе заявила в 14 лет. Это мягко сказано, если она выигрывает чемпионат. Да, да, показав не просто хорошую скорость, но и прекрасную технику и подготовленность такую свою. Также мне порадовала, кстати, на этом чемпионате Белоусова Аня. Это девочка из Екатеринбурга, из Севдовской области, которая сейчас тренируется в Техасе. И когда мы с ней ее поздравляли после награждения, она говорит, дядя Вова, я вас помню. Я была совсем маленькая там на ваших турнирах, потом на турнире Саши. В Терми, да? Да, с Сашей Бобов. Поэтому так было очень приятно, да, слышать из нее то, что она помнит эти вот незначительные, может быть, старты в ее юности, да. В ее детстве. Ну и хотелось бы, чтобы она дальше блистала. И звезда ее горела очень долго, очень хочется. Потому что пора уже, чтобы у нас такая была хорошая тройка, даже четверка хороших брасисток. Чтобы они друг друга подстегивали. Потому что очень долго Юлечка Ефимова у нас была в гордом одиночестве, плавала. И вроде бы и брасистов много. И школы, и тренеров очень хороших по брасу, да. Но вот одна Юлечка. Но сейчас вот, говорю, появляются девчонки неплохие. Так же, как и пацаны, да. У нас и Кирилл Пригода, и Антоха Чубков. И там еще ребята есть, которые, в принципе, могут, но где-то сомневаются, мне кажется, в своих силах. Да, потому что иногда там отсвечивают от них вот этот вот свет наших чемпионов, да. И вот они начинают чуть-чуть так стесняться. Да, если говорить о Женечке Новой, то она выиграла чемпионат России на 200 брасов. На третьем месте только была Юлия Ефимова. Но вы помните эту коллизию. Юлию Ефимову все-таки отобрали в сборную, а Жене сказали, нет, будешь участвовать в юниорских стартах. Но потом было приятное решение. Дело в том, что юниорские старты тоже непростые. Там же будет в этом году чемпионат Европы, а потом взрослый чемпионат мира и потом юниорский чемпионат мира. И вот вроде бы на два этих старта из трех Женю отобрали. Но потом, когда объявляли окончательно состав взрослой сборной, имя Чикуновой там значилось. Поэтому шансов поехать на чемпионат мира взрослых в Южную Корею все-таки там немало. Главное, чтобы не придавили бы девчонку. Я думаю, что дело в том, что, во-первых, только все начинается. И соревнований будет предостаточно. А вот если сейчас с бухтой-марахтой участвовать во всем подряд, тоже мне кажется. Надо как-то расставлять приоритеты уже, научиться грамотно расставлять приоритеты. И ехать на соревнования, где ты можешь 100% себя проявить без лишнего давления.